117 экономических правонарушений удалось пресечь благодаря мобильному приложению WhatsApp. Сервис был запущен Комитетом госдоходов почти месяц назад. Пользователям предложили присылать сообщения, фото и видеонарушения в экономической сфере. С 11 июля в Министерстве финансов получили больше 700 откликов. И самыми активными оказались жители Астаны и Алматы. В ведомстве напомнили, что этот вид связи является односторонним и пользователям гарантируется анонимность. На данный аккаунт Комитет государственных доходов принимает информацию о нарушениях исключительно экономического характера. Это может быть о фактах лжепредпринимательства, о незаконных казино, онлайн-игроговых автоматов, производстве алкоголя подпольного, факты уклонения от уплаты налогов, факты от уклонения, от выдачи чеков, о зарплатах в конвертах. Прочие нарушения, которые находятся вне компетенции Комитета государственных доходов, приниматься не будут.